Кто из какого города? Сейчас слышно меня, да? Напишите, пожалуйста, в чате, кто из какого города. Орел, Москва, Москва, Екатеринбург, Луцк, Германия. Так, ничего не слышно? Попробуйте включить звук тогда погромче. Или зайдите с другого браузера. Великий Новгород, Ставрополь, Озерск, Челябинск, Калматы. О, у нас действительно народу со всей России, и не только России, и зарубежья, ближнего и дальнего. Ну, раз мы здесь наконец-то собрались и со звуком проблему решили, пожалуй, начнем нашу сегодняшнюю встречу. Как вы помните, тема сегодняшнего вещания – это скайп как замена телефону. То есть мы сейчас с вами поговорим о программе скайп, которая сейчас используется практически любым пользователям. И ответьте, пожалуйста, на вопрос, кто из вас знает, что такое программа скайп? Есть ли такие, кто не знает? Запись вообще будет выложена на сутки, потом, когда все сегодня закончится. Я вам просто скину ссылку для тех, кто прошел предварительную регистрацию для участия в сегодняшней трансляции. Так, приблизительно знаю, да, так, установлено. Так, ну вот я смотрю, у многих установлено. Так, то есть у большинства все-таки есть. Так, у большинства я вижу установлено. Те из вас, у кого установлен скайп, для чего конкретно пользуются скайпом? Вот кто из вас, у кого есть скайп? Или не пользуетесь, просто установлен, и он у вас лежит за ненадобностью. Так, для общения используйте, для учебы, разговоры, чат, для звонков, кто-то для вебинаров используется, для общения с родными, для переписки, согласно, для общения с дочерью. Так, общение. Передача файлов, да, тоже еще одна функция скайпа для разговоров. С друзьями разговариваем, с Америкой. Так, общение с друзьями, с родными. Кто-то пользуется ограниченно, а Татьяна, а как ограниченно? Какие функции используете? Общение. Кто-то даже для работы использует. Так, ну вот, давайте тогда поговорим о программе скайп более подробно. Более подробно поговорим об этой программе. И, возможно, для кого-то эта программа будет впервые в новинку, а кто-то уже, если знает, то узнает о ней такие функции, о которых, возможно, впервые слышит. Итак, что же такое скайп? Скайп – это вообще программа, бесплатная абсолютно, с помощью которой вы можете звонить своим друзьям, где бы они ни находились. То есть они могут находиться в соседнем доме, могут находиться в другом городе, могут находиться за границей. И, что самое главное, вы можете бесплатно общаться по сети интернет, причем не только в аудиорежиме, но также можете совершать видеозвонки. То есть при наличии веб-камеры вы можете видеть человека, с которым общаетесь, и видеть своего собеседника, причем по всему миру. Вот, видите, функций достаточно много. То есть со скайпа можно звонить и на телефоны, и мобильные, и городские, звонить со скайпа на скайп, совершать различные вещания. И программа вообще позволяет вести индивидуальную переписку, обмениваться сообщениями, то есть как наподобие наших известных и привычных всем смс-ками через телефоны, только вот здесь смс-ки будут со скайпа на телефон или со скайпа на скайп другому человеку. И если у вас есть микрофон и наушники, то вы всегда сможете дозвониться до друга из соседнего города и разговаривать так, словно вы общаетесь по телефону. Если же у вас дополнительно к микрофону есть еще и веб-камера, то вы можете проводить видеоконференции. Общаясь с человеком, можете его видеть и отвечать даже на его вопросы. То есть, как я и говорила, можно звонить на мобильный телефон, стационарный, отправлять смс-сообщение на мобильный телефон. При этом обратите внимание, что вы все это можете делать, не вставая из-за компьютера. То есть вы сидите за компьютером, надеваете наушники, микрофон, подключаете веб-камеру, набираете номер телефона или просто связываетесь, и все, вы с человеком спокойно общаетесь в любую точку планеты. Причем обратите внимание, что звонки с скайпа на скайп от одного человека к другому абсолютно бесплатны, что для нас это несомненный плюс. Вот еще одна интересная функция скайпа, о которой многие, возможно, не знают. Это можно осуществлять демонстрацию экрана своего. То есть, к примеру, у меня на экране что-то сейчас происходит, и если я общаюсь с кем-то другим человеком, у которого тоже установлен скайп, то я могу ему продемонстрировать то, что находится на моем экране. То есть он может видеть, что у меня происходит. Вот для этого существует эта функция. То есть нажимаем нужную клавишу, переходим, и вот у нас получается демонстрация экрана. Вот как это выглядит. То есть демонстрация экрана пользователя, к примеру. Вот видна нам будет на нашем компьютере, как будто бы мы сидим за компьютером вместе с нашим другом, знакомым. Кто-нибудь об этой функции слышал? Вот поставьте плюсики, кто слышал, а кто не слышал, минусы. Вот функция демонстрации экрана. Вообще это малоизвестная функция, но довольно полезная. Так, ага. Большинство не знают, но есть несколько человек, которые знают. Ну вот, поэтому вот этот момент учтите. Очень интересный и полезный, когда, допустим, хотите что-то показать другу на своем компьютере, или можете чем-то, хотите, может быть, помочь ему через интернет, то вот эту функцию возьмите себе на заметку. Так. Так. Ну вот, как будет выглядеть изображение, если мы будем общаться по видеовещанию через скайп. То есть по центру будет видна картинка человека, с которым мы общаемся, а сбоку, слева в маленьком уголке будет наше изображение, то есть того, кто с этим человеком говорит. И для вот такого вещания нам нужна обычная веб-камера. Какие же преимущества у скайпа перед телефоном? Ну вот только что я уже озвучила их. Вы уже это слышали. То есть телефон обычный, ну вот наши современные телефоны, не позволяют совершать видеозвонок. Хотя сейчас новые модели более современные уже такую возможность предоставляют, но в большинстве, которые используют наши люди, то есть более доступные бюджетные модели, как правило, такого нет. Теперь давайте посмотрим, как эту программу установить. У кого она не установлена. Установка довольно простая, но на всякий случай я покажу, чтобы те, кто впервые с этой программой сталкивается, просто не пугались. Для этого заходим на сайт программы Skype. Вот ее адрес. http.3w.skype.com Ну, если вам тяжело набирать это название, просто в поиске наберите Skype «Скачать». И сразу в первом в поиске как раз у вас эта программа и выскочит. Скачиваем эту программу и устанавливаем. Вот, загрузить Skype нажимаем вверху стрелочкой. Выбираем свою операционную систему. Обратите внимание, это важно, потому что если установите для другой программы, система операционная, она не будет работать. Вот. И после этого скачиваем программу. Вот. Так вот, после этого у нас появляется на нашем рабочем столе значок программы Skype, изображение вот такое голубое. И нажимаем на этот значок, после того, как мы сохраняем программу, и потом ее будем запускать. То есть вот таким образом мы ее сохраняем. Вот, значок. И программа пошла загружаться. То есть обычный процесс загрузки. Выбираем русский язык, если у вас русский. Заполняем поля. Вот эти поля, такие, как установить Яндекс.Бар, галочки можно лишние не нажимать, чтобы вам не загружать компьютер. То есть это, как правило, приложения, которые вам советуют, но вам они совершенно необязательны. То есть вот процесс установки пошел. Просто нажимаем далее и далее. Сейчас нам предлагают настроить колонки, звук. То есть вот нам показывают вверху, проверить звук мы можем. И микрофон, в микрофон можете что-то говорить и проверить, как все работает. Вот, все настроили. После того, как мы программу установили, в скайпе нужно зарегистрироваться, потому что просто установки программы недостаточно. Для этого нажимаем на ярлык программы, который у нас будет на рабочем столе. И нам необходимо ввести свой логин и пароль. Но поскольку у нас пока логина и пароля нет, наша задача нажать на кнопку «Зарегистрироваться». То есть нажимаем «Зарегистрироваться». И теперь наша задача ввести наши основные данные. То есть личные данные, имя, электронную почту и фамилию – это основные данные. И плюс можно заполнить какие-то свои личные данные. День рождения, город, регион. Ну, это уже по желанию. После того, как мы зарегистрировались, вы теперь можете в полной мере пользоваться программой «Скайп». То есть заходим в программу со своим логином и паролем. Нажимаем «Войти». И вот, пожалуйста, интерфейс программы «Скайп». Довольно простой. Итак, что же может программа? Давайте рассмотрим панель управления. Это панель инструментов. Главные, базовые, которые вам понадобятся для дальнейшего использования программы. Пункт в панели под названием «Скайп». Первое – это сетевой статус. Вот это вверху мы видим. Это тот самый подпункт, которым вы будете пользоваться постоянно в интернете. То есть вы можете показать, что вы в сети, нет на месте «Не беспокоить», «Невидимый» или «Не в сети». К примеру, вы сейчас чем-то заняты, поставьте себе статус «Не беспокоить». Если вы находитесь в сети и хотите, чтобы с вами люди связались, соответственно, ставите галочку «В сети» или можете сделать статус «Невидимый». То есть выбираете «Скайп», сетевой статус и выбираете вариант, нажав на него. Следующее, что вам полезно знать, это если мы раскроем в «Скайпе» меню личные данные, то мы увидим три раздела, такие как «Изменить аватар». Это при входе вы можете выбрать фото своего жесткого диска. И либо выбрав на компьютере, либо сделать снимок с веб-камеры. Также вы можете изменить звуковой сигнал. Этот блок изменит раздел, изменит звук при входящем сообщении. И еще мы можем отредактировать свои данные. То есть выбираем такой раздел. Можем поменять фамилию, город и так далее. Следующее, переходим к немаловажной вкладке, такой как «Контакты». Вот здесь «Аватар» у нас, видите, выбирать можно. То есть картинку нашу. Вот «Добавить контакт». И «Добавили контакт» – это мы когда можем кого-то себе добавить. К примеру, у нас есть логин наших друзей. И, соответственно, «Добавить контакт» мы сейчас выберем и найдем среди пользователей в программе нашего друга. То есть если мы знаем его электронную почту, то можем искать кого-то по электронной почте. Либо, если знаем логин скайп, то вводим в четвертый пункт «Логин скайп» и «Добавить». И программа нам выдаст людей, которых мы хотим добавить в поиски. После этого вот здесь вот в левой колонке у нас появятся люди, которых мы себе добавили. И тогда вы с человеком можете уже переписываться, но первый момент – тот человек, который вы добавили, он должен подтвердить этот статус, то есть что он согласен с вами общаться. Теперь давайте рассмотрим пункт «Разговоры». Это то, что мы должны посмотреть. Это два важных пункта – это «Отправить» и «Добавить людей». Обратите внимание, то есть «Отправить» – это кнопка для того, чтобы отправить сообщение человеку наподобие любого файла с вашего компьютера. А «Добавить людей» – это добавить человека в конференцию, чтобы он был с вами не тет-а-тет общался, а чтобы общалось несколько людей. Вот как мы сейчас с вами, у нас конференция, только здесь пока я разговариваю, а в скайпе вы можете по очереди друг другу передавать возможность общения. Еще один важный раздел – это «Звонки». В нем находятся инструменты для настройки звонка, то есть это «Позвонить», «Видео», «Стоп-кадр». Все это делается с панели окна «Скайп». Это, конечно, не очень удобно делать с этого окна, и поэтому здесь есть другой инструмент – «Демонстрировать» экран. Но к нему мы потом вернемся. Тут еще немало пунктов, и один из интересных, тоже нужных пунктов – это пункт «Вид». Здесь мы изменяем главное окно «Скайп». Например, выбираем раздел «Звонки на телефон», и тогда при входе в аккаунт будут не ваши контакты видны, а набор номеров для звонков на мобильный. То есть, чтобы позвонить на мобильный на вашем счете, конечно, должны быть деньги. Их как пополнить, я вам расскажу дальше. Следующее – это инструменты. В этом разделе вы можете изменить язык и при нажатии из этой категории. Здесь может появиться много языков самых разных, и вы выбираете тот, который в данный момент вам нужен. Но при установке мы уже выбрали русский язык, поэтому остановимся на своем родном, но если что, можете поменять. Вот, видите, как много. Далее следующий инструмент – это настройки скайпа. Здесь есть общие настройки. Здесь вы можете тоже выбрать «Загрузка скайпа вместе с Windows». Поставить если галочку, тогда вам не придется скайп включать каждый раз, он будет автоматически загружаться у вас. Есть настройка звука. Это очень важная, кстати, вкладка. Вам нужно запомнить, где она находится, потому что проблемы со звуком бывают именно потому, что у вас как раз не настроен микрофон или динамики. То есть вам нужно будет поиграться вот с этими вкладками, микрофон, динамики, и сделать, чтобы у вас совместился звук и голос другого человека, который он должен слышать. Здесь же регулируем также громкость. Следующее – это звуки. Здесь мы просто выбираем системные звуки, то есть как у нас звучит звук, когда приходит какое-то сообщение, или кто-то до вас дозванивается, или что-то еще. То есть вот здесь выбираем то, что вас интересует. Так, вот здесь настройки видео. То есть ваша задача здесь выбрать веб-камеру, которую вы используете. То есть вы можете использовать встроенную веб-камеру на ноутбуках, она сейчас встроена в большинстве случаев, поэтому можете использовать встроенную веб-камеру. Или как вариант еще можно использовать обычную камеру, которую вы используете для снятия видео, обычная вот своя домашняя камера. То есть вот тоже ее можно использовать. Просто выбираете вот в разделе «Выбрать веб-камеру» ту, которая используется в данный конкретный момент. Теперь настройки безопасности. Здесь вы можете настроить, кто сможет вам звонить, писать и следить за историей переписок. Еще один немаловажный раздел – это заблокированные пользователи, контакты. То есть если люди какие-то вас беспокоят, рассылают вам спам, то вы можете таких людей просто заблокировать, чтобы они не смогли вам ни писать, ни звонить. Так, еще один момент важный – это настройки звонка. То есть вы можете поставить фильтр на прием звонков. То есть поставить либо вам люди смогут звонить из списка контактов, либо смогут звонить все пользователи скайпа. Еще один раздел – переадресация звонков. В этом пункте здесь вы можете настроить переадресацию своих звонков на свой мобильный. Здесь функция работает только при наличии баланса на счету скайп. То есть она, когда у вас денег на счету нет, работать не будет, даже не включится. Как пополнить счет в скайпе? На самом деле в скайпе звонки довольно дешевые, и для пополнения можно пройти буквально пару шагов. То есть раздел «Скайп», выбираем счет, и сейчас нас переадресуют на страничку. Пополнить мы можем и с помощью терминала, и выбрать соответствующий пункт «WebMoney», который пополняет, например, скайп тем или иным образом. Вот здесь можете выбрать. И опять же мы можем выбрать оплату, либо можем заплатить какую-то сумму, 10 евро или 5 евро внести, либо, что более выгодно, это можно подписаться на пакеты. То есть вот здесь выберем см-пакеты. Пакет месячный, допустим, может стоить 2-3 доллара в месяц в зависимости от страны, в зависимости от того, какой вы выбираете. На 60 минут можно выбрать, на 120 минут, на 400 минут. То есть вот это, обратите внимание, а когда стоимость пакета заканчивается, то тогда уже можно внести за наличку. То есть вот тоже очень удобно, но пакеты выгоднее, говорю сразу. Но опять же, если вы, допустим, живете в своей стране, и вам в Америку надо звонить, там может быть один раз за всю жизнь позвоните, то нет смысла покупать пакет на ту же Америку. А вот по своей стране самое то. Дешевле ли минуты, чем в МТС? Так, не могу сказать, но, допустим, я вот сейчас живу, я в Обскове. Если я звоню в ту же Москву через скайп, то мне минута будет стоить, ну, наверное, рубль. А если бы я так позвонила в ту же Москву с Обскова, мне она обошлась бы рублей 5. То есть вот рублей в 5 раз точно дешевле. Звонить внутри своего города дешевле, наверное, все-таки будет не конкретно со скайпа на мобильник, а дешевле просто со скайпа на скайп. То есть вот очень выгодно. Причем чем вы более объемный пакет покупаете, тем выгоднее вам обходятся звонки. Ну вот, видите, можно и карточками оплачивать, Яндекс деньгами, то есть способов очень большое количество. Так, ну вот давайте теперь поговорим об общении. То есть скайп нам предоставляет возможность, кроме звонков, еще внутренний чат, то есть общение вот посредством, ну как смс-ки на мобильник можно отправлять, а можно просто чат со скайпа на скайп. И первый наш шаг для начала общения, это мы выбираем собеседника из списка контактов в левой стороне, то есть с кем мы намерены пообщаться. Причем, вот выбрали человека, нажимаем на него, и теперь отправить смс можем, к примеру, если мы выберем в разделе «Отправка смс», то отправляем смс-ку. Так, все, вот здесь номер телефона добавляем для абонента, и нажимаем «Отправить». Смс-ки здесь идут платные, тоже недорогие, но тем не менее. А теперь поговорим про звонки непосредственно. Ну вот там смс-ки, а в том поле, где смс-ки, там же можно просто как чат использовать. Есть бесплатные звонки, это я вам уже говорила, звонок через интернет, то есть один пользователь в интернете, и другой тоже находится в интернете. То есть вот выбираем пользователя, нажимаем вверху «Позвонить». Вот появляется такое окно, что мы вызываем такого-то человека, и когда начинается разговор, пошла минутная, минутный отсчет, секундный, сколько мы уже с человеком поговорили. Это бесплатный, то есть через интернет, с одного скайпа на другой. Платный звонок, тоже, как я уже говорила, не пугайтесь, это тоже достаточно недорогие пакетные звонки. То есть это звонок через скайп, со скайпа на мобильник или на городской. То есть вот вносим деньги на счет, как я вам уже говорила, или подписываемся на план, пакетные 60, 120 минут или 400. И при звонке, просто когда нажимаем на человека, нажимаем «Позвонить» и вводим номер. То есть вот здесь вот вверху, звонки на телефоне, вводим номер телефона, и после этого нажимаем «Позвонить». Человек снимает трубку, и вы говорите как по обычному телефону. Качество связи тоже достаточно хорошее. Теперь давайте поговорим о том, что же вам нужно для звонков по скайпу. То есть здесь ничего сверхъестественного не требуется. Это обычный микрофон, подойдет даже самый дешевый. В магазин пришли, купили за 100 рублей. Это любому доступно. Вот обычный любой микрофон. Вот такой можно, самый простой. Можно вот такие микрофоны, которые на прищепках. Можно, конечно, хорошую гарнитуру, если хотите. То есть разницы нет. Наушники. Вот тоже обычные можно наушники. Для более качественной связи, конечно, лучше купить наушники от Microsoft. У них специальные есть. Ну или, в общем-то, любые на свой вкус. То есть если вы какую-то профессиональную запись не делаете, то подойдут, в общем-то, любые наушники. Следующее. Если вы хотите делать видеозвонки, то вам потребуется веб-камера. Тоже веб-камера в ноутбуках сейчас в большинстве идет встроенная. Плюс можно веб-камеру купить недорогую в тех же компьютерных магазинах. Сейчас, по-моему, за полторы, за тысячу, за две какие-то есть. И, как еще один вариант, можно использовать камеру обычную, которую вы используете в домашних целях, то есть в которой вы снимаете свое домашнее видео. То есть она тоже подойдет, и причем качество изображения будет зачастую лучше. Теперь давайте поговорим об основных проблемах пользователей при работе с программой Skype и способах их решения. То есть те, кто уже работали, сталкивались с какими-то проблемами, и давайте рассмотрим их по пунктам. Вот, к примеру, у человека есть Skype, нет голоса, и человек, чтобы как-то выкрутиться, просто пишет через Skype, а человек с ним говорит. То есть это не очень удобно, эта проблема на самом деле легко решается. Просто нужно покопаться в настройках, как я вам изначально говорила. Инструменты нажимаем, настройки. И вот здесь, до этого я этот пункт вам уже озвучивала, настройка звуков. То есть вот вы разделили микрофон и динамики, пожалуйста, поиграйтесь. Проблема, как правило, возникает потому, что у вас просто выбран неправильный микрофон. Допустим, вместо своего, который вы подключили, у вас подключился, допустим, микрофон компьютерный или какой-то еще. И динамики аналогично. То есть вам нужно поиграться, совместить эти разделы, и тогда у вас все будет отлично. Следующий вопрос, который тоже проблема, какая может возникать, то есть как интересует людей момент такой, это иногда к людям появляются новые пользователи и просится в скайп, добавить в контакты. То есть как можно узнать, кто просится. Тоже для этого есть раздел. Можно нажать на пользователя и выбрать раздел «Посмотреть личные данные». И так мы узнаем, что, собственно, за человек нам пишет. Еще такой момент, как установить веб-камеру для скайпа. Для видеозвонков. Так вот, в скайпе есть для этого функция «Инструменты». Далее выбираем «Настройки». И вот здесь с левой стороны «Настройка» выбираем «Настройка видео». Вот здесь вот сбоку. То есть вот «Настройка видео». Выбираем, какая у нас камера используется для видеозвонков. Еще такая известная проблема, что при общении через скайп люди плохо слышат другого человека. Тоже здесь вот первый вариант, который я вам говорила, то есть поиграйтесь с настройками звука. А второе – это заходим в диспетчер задач Windows и посмотреть, как у нас вообще идет звук. Это Ctrl, Alt, DL. Одновременно нажимаем и смотрим, как тут все идет со звуком. Домашний звонок на телефон я вам уже показывала. Еще раз напомню этот момент, поскольку такие вопросы все равно задаются. То есть просто выбираем вверху по своим именям, позвонить на обычный телефон. Появляется вот это окно и вводим свой номер телефона, нажимаем «Позвонить». У скайпа достаточно много функций, и я надеюсь, что вы уже много какие из них узнали. Теперь, пожалуйста, ответьте мне в чате, кто из вас теперь считает, что в вашей жизни нужна программа скайп. Те, кто считает, кому она нужна, поставьте, пожалуйста, в чате плюсики. Кому нужна программа скайп для использования? Кто пообщался и решил, что программа скайп, да, она вам нужна? Так, вот, вижу. Многим нужна, то есть вы оценили выгоды этой программы. Напишите, пожалуйста, в чате, для чего вы теперь, вот после того, как узнали, планируете и хотите ее использовать? Для чего вы хотите эту программу использовать? Вот из тех функций, что я вам рассказала, какие функции вот приглянулись лично вам? Так, Александру все приглянулись. Так, Людмиле тоже все. Так, вот Татьяне понравилось звонить на компьютер. Так, с Германией выгодно звонить. А, показывать экран? Ну, вот я в самом начале говорила, потом, когда будете смотреть записи, обратите на это внимание, там достаточно просто это делается. Так, для общения с собеседником. Отлично. Так, все функции понравились. Для Украины в основном используете. А для Украины вы используете звонки со скайпа на скайп или звонки из телефона на телефон? Так, звонки на мобильный использовать хотите? То есть, да, функции видеть, слушать, говорить, все хотите. То есть функций скайпа очень много, и все эти функции очень полезны и нужны. А кто из вас считает, что есть еще немало программ, которые тоже могут упростить вашу жизнь, и которые, по вашему мнению, вам нужны? Поставьте плюсики. Что есть, кроме скайпа, еще полезные программы, которые вам нужны. Так, нужны, нужны. Ну, вот напишите, пожалуйста, программы, которые вы… Какие вам еще нужны, к примеру, в чате? Вот, агент Майл нужны, так, полезная программа. Еще какие программы вам нужны, вот, кроме агента? Просто, если не знаете название программы, напишите, для чего вам нужна программа, для каких функций, вот, для вашего обычного пользования. Так, Аська нужна кому-то. Так, Майл. А, как в Испанию? SMS-DV. DV, Орбит нужна программа. Так, для хранения файлов. Яндекс.Бар. Так, запись разговора. Что сказала Раиса? Это имя свое написала. Так, ну, какие еще вам нужны программы, вот, вы считаете, что которые могли бы упростить вашу жизнь? А, запись разговора с видео, интересно. Так, видеоразговор. Да, кстати, так. Запись видео с разговора в скайпе. Ну вот, друзья. Да, я вижу, вам много программ нужно. И вот у меня сейчас для вас есть хорошая новость. Есть хорошая новость. У меня есть обучающий диск по работе на компьютере, который называется «Компьютер для начинающих» по работе на компьютере. То есть он практически по всем нужным для пользователя программам этот курс посвящен. И прямо сейчас я предлагаю вам этот курс со скидкой в 25%, то есть за 1200 рублей. То есть так как он стоит вообще 1597 рублей. Но для тех, кто сейчас присутствует на нашей трансляции про скайп, я делаю 25% скидку ровно на сутки. И вы сможете его сэкономить 400 рублей. То есть ровно за 1200 рублей его приобрести. Вот прямая ссылка для заказа. То есть вы можете сейчас перейти по этой ссылке и сделать себе или, может быть, своим друзьям, а может быть, родственникам подарок на Новый год. И научиться всем необходимым программам для работы с различными программами. Для тех, кто сегодня присутствовал и записался в предварительный список, я позже вам скину ссылочку в ваш почтовый ящик, вы это все увидите. Что там подробнее? На этом обучающем диске рассказаны все основные программы, которые нужны пользователю, такие как браузер, работа с различными музыкальными файлами, работа с архиваторами, работа с такими программами, как Аська, с тем же Скайпом, также с сайтом ВКонтакте. Плюс рассказано еще, как, допустим, записывать тот же самый диск. И еще много-много полезных программ, которые нужны начинающему пользователю. То есть вообще этот диск – это как спасательный жилет для новичка, который только-только начал работать с компьютером, и изучив поэтапно все-все-все программы, он начинает уже все это изучать, и в конце концов он уже сам сможет советовать и учить своих друзей и знакомых, что такое Аська. Аська – это программа для общения. Вот мы с вами сейчас общались про Скайп, а Аська, она немножко функции поменьше, то есть она в основном как маленькие текстовые сообщения с компьютера на компьютер, бесплатная абсолютно, если это так просто, коротко говорить про эту программу. Кстати, те, кто спрашивает, что такое Аська и какие-то другие термины, у нас завтра будет еще один бесплатный онлайн-трансляция, и как раз мы поговорим про основные термины, которые используются в интернете, в компьютерной, вообще в компьютере среди продвинутых пользователей, и если вы плохо ориентируетесь в терминах, то приглашаю вас завтра, тоже можете посмотреть свои предыдущие письма или зайти на блог, записаться в предварительный список для участия в трансляции завтрашней по терминам, по терминам, компьютерным терминам. Да, кроме Аськи есть еще программа КВИП, но это аналог Аськи, поэтому особой разницы, какую из программ вы выберете, нету, потому что это все равно и та, и другая программа для общения. Есть ли у вас сейчас какие-то вопросы по сегодняшнему семинару, по обучающему диску? Так, не видно ссылки на регистрацию. То, что я вам дала, это не ссылка на регистрацию, это уже страница заказа. А для того, чтобы получить ссылку на регистрацию в завтрашнем, и трансляция в завтрашнем семинаре, просто у вас, так, у вас просто в письме предыдущем посмотрите, где я вчера, по-моему, вас приглашала для участия, для семинария по терминам. Или просто зайдите ко мне на блог, там последние вот сообщения как раз вот идет. Курс ПК DVD.ру блог. Так, кнопка демонстрации экрана. Ну, вот я в самом начале вам говорила, потом, когда я вам видео скину, вы посмотрите внимательнее этот момент. Да, сейчас скайп предоставляет возможность звонить и через фейсбук в том числе. То есть скайп со временем развивается и предоставляет все больше и больше возможностей. Так, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Нетбук, как увидеть видеокурс. Видеокурс, чтобы увидеть, просто переходите тогда напрямую на сайт. То есть если вы хотите посмотреть описание, то вот переходите напрямую на этот сайт. Вот здесь вот курс ПК DVD.ру и там посмотрите его полное описание, подробное, что входит в сам видеокурс. А сама ссылка для заказа прямая, это вот здесь вот находится. Будет ли выложена презентация? Ну, вот сегодняшняя запись, я вам завтра или сегодня вышлю ссылочку в письме. На сутки запись будет выложена для вашего ознакомления. После этого я ее уберу. Так, свой скайп я сообщать не буду. Кстати, вот когда вы помните, я вам предлагала бесплатные консультации. Это все еще остается в силе. То есть если у вас есть желание, то сейчас вот вы можете себе зарегистрировать скайп, написать мне по тому письму, что я вам говорила, онлайн-консультация бесплатная. И тогда я вам позвоню, и мы, если вы хотите со мной лично пообщаться, просто поговорим через скайп. Нет, программу ОВУ я не знаю. Настроить, чтобы общаться без контакта в онлайне. Ну, можно вообще с помощью телефона, конечно, настроить, чтобы скайп подключить. То есть некоторые процессы, современные версии телефонов, там можно установить тот же скайп, который с операционной системы идут. И то есть будет ваш скайп на телефоне. Про демонстрацию с экрана в скайпе есть вкладка «Демонстрация с экрана». Она в меню находится. Нажимаете «Демонстрация с экрана», и вот как раз вот это у вас произойдет, показ того, что происходит на вашем собственном экране. Есть ли какие-нибудь еще вопросы, друзья? Да, на скайпе действительно можно делать групповой разговор, несколько человек. Но я вот этот момент упоминала, поэтому, может быть, просто пропустили. Но да, действительно, это вот как мы с вами общаемся, только там может высказываться каждый из тех людей, кто находится вот в этом вот онлайн-скайпе в чате. Да, пока вы не войдете в онлайн, вы действительно не сможете увидеть сообщения, потому что скайп, он работает через интернет. То есть пока вы не выйдете в сеть, вы ничего не увидите, все правильно. Так, ну я смотрю, вопросов больше нет. Значит, спасибо вам тогда за то, что вы все сегодня пришли. Я надеюсь, что смогла помочь вам с такой программой, как скайп. Да, в качестве веб-камеры можно воспользоваться фотокамерой в том числе. Но лучше все-таки видеокамера, потому что видеокамера больше для этих целей приспособлена, фотокамеры, они все-таки более ограниченные. Для того, чтобы получить ссылку на заказ, просто вот по ссылке переходите на эту страничку, заполняйте поля, и внизу там вот есть кнопка «Заказать». Для России и Украины возможна наложка, наложенный платеж, то есть чтобы вы пришли на почту и оплатили на почте. А для других стран, к сожалению, наложенный платеж сейчас невозможен, то есть по предоплате через карточки, через банки и так далее. Вот там более подробно способы посмотрите на той страничке. Все это легко делается. Но если вдруг какие-то вопросы, пишите мне тогда на мою электронную почту. У вас мой обратный адрес есть у всех, потому что все подписаны на рассылку, и вот там этот момент мы более подробно уточним. То есть, ну, возможно, даже просто оплатить напрямую мне, то есть не пользуясь сервисами, если для вас это трудно, а просто напрямую через конкретные данные на меня, и я уже лично вам все это отправлю через почту. Еще раз напоминаю ссылочку. Действует ровно сутки, то есть завтра ровно в конце дня, то есть в 23.59 эта скидка пропадет. Также еще завтра я вас приглашаю на вебинар, точнее на онлайн-отвещание наподобие сегодняшнего по терминам, которые у нас используются, и всевозможным сленгу компьютерному, которые используют у нас сейчас в интернете. А на любом видео диск работает? Да, диск работает на компьютерах, ноутбуках, на телевизоре не работают, говорю сразу. То есть видео, чтобы работать на телевизоре, это нужно очень много дисков, достаточно большого объема. Поэтому на компьютерах, на ноутбуках, то, что мы привыкли называть компьютерами. Формат диска, DVD-диск, как вы видите сейчас на картинке, то есть точно такой же диск вы получите себе бандеролью, бандероль первого класса придет на почту, и вы ее получите с оплатой при получении. То есть DVD-диск 4,7 гигабайта размера стандартного DVD-диска. То есть полный пакет пользователя начинающего. Есть ли еще у вас какие-то вопросы ко мне? Так, ну я смотрю, вопросов больше нет, поэтому всем спасибо за внимание. До свидания. Спасибо большое вам, что вы пришли. Я рада была вам помочь, научиться пользоваться такой программой. Да, на сегодня это уже конец, но завтра жду я вас в это же время по этой же ссылке, и поговорим о терминах, о компьютерном сленге и терминах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...